То есть мы договорились с вами, что доску мы, одну из досок или один из аккаунтов мы оставляем для своего личного использования. Мы никого на них не пускаем. Мы поговорили о зоне парковки и сейчас мы приходим в зону идей. Мы сейчас видим на экране различные шаблоны. Это именно Miroverse, это та страничка миру, где вы можете найти различные шаблоны таких же пользователей миру, как мы с вами. Людей, которые делятся своими шаблонами, идеями, описывают, как выиграть игры, как использовать или иные шаблоны. То есть Miroverse это классное место для того, чтобы как раз такие идеи найти. Я рекомендую вам выделить зону парковки. Если мы работаем в рамках одного бесплатного аккаунта, то выделить вот часть доски. У нас одна часть под презентацией, вторая часть доски под парковку идей. Если у вас разные аккаунты в бесплатном тарифе, то есть получается, что в каждом аккаунте как минимум три доски. То есть выделить отдельный аккаунт под это, под ваше личное пространство и там сделайте себе доску с идеями. На миру хорошо припарковывать идеи, именно припарковывать их. Это все из фасилитации, из Эдускрама. И мы, в общем-то, иногда заходим сюда, в нашу такую вот структуру всего того, чем мы занимаемся на определенном этапе. Так она выглядела и мы. Просто это рабочая такая схема. И мы накидываем сюда идеи, что мы еще можем сделать. Зону идеи можно оформить при помощи вот таких стикеров. И на миру есть много... Сейчас я покажу вам. Если мы зайдем в шаблоны, то мы можем найти вот такой шаблон, который называется Brain Writing. Это не что иное, как набор стикеров, которые помогут вам быстро генерировать идеи и, в общем, не добавлять стикеры, потому что они сразу уже добавятся. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот я добавила стикеры в нашу зону идей. Наверное, подождите минутку. Сейчас я немножко... Да, вот они добавились. Их вот так много. Таким вот блоком целым они добавляются. Я пока что их временно уберу и продолжу рассказывать вам. То есть вот есть различные шаблоны, которые позволяют эту зону идей оформить. И это канбан-доска так называемая. Мы постоянно пользуемся канбан-досками. И вам тоже рекомендую это сделать. Еще одна зона, которая только ваша, и я рекомендую тоже выделить для нее третью зону на вашей доске, либо еще один аккаунт. Это зона разработки. И, в общем, я рекомендую создавать там канбан-доску для каких-то задач, которые вы реализуете. Создавать там программы курса. Туда можно прикрепить стикеры, парковать, опять же, идеи. И благодаря тому, что, ну вот, в миру это такие очень гибкие доски. То есть все элементы могут перемещаться. Благодаря этому здесь очень круто разрабатывать продукты. Сейчас вы видите на экране канбан-доску. Вот здесь есть модуль. Первый результат сделать в работе сделано. И можно программу разрабатывать. И благодаря тому, что все вот эти стикеры, они очень легко перемещаются из одной зоны в другую. Соответственно, очень легко, допустим, это стикер. И мы, ну, у меня сейчас скрин размещен. Это не шаблон, это скрин. То есть, ну, если бы это даже была таблица такая, то очень легко можно было перемещать элементы на этой доске. Так, по-моему, это все-таки у нас скрин. Да, это скрин. Поехали дальше. Зона разработки. Ну, вот, в общем, примерно так мы разрабатываем курсы наши. Вы можете сделать себе свою табличку. Это очень удобно. И зона хранения – это то место, где можно набрасывать те учебные материалы, которые вы создаете, или те, которые вы находите, или те, которые вы создаете в других сервисах. Можно здесь хранить. Ну, допустим, YouTube, видео можно сохранить ссылкой. И вот оно будет миниатюркой висеть, различные интерактивы, которые встраиваются на доску миру кодом. Презентация, изображение. Это простое перетаскивание. Вы можете легко их хранить на доске миру, просто перетащив их туда. Текстовые блоки, ссылки, захват страницы, стики с Capture. То есть, можно прикреплять к ним теги и очень легко искать. Все в одном месте. Ну, допустим, вот это вы видите. Я сейчас вот, если нажму вот на вот эту вкладочку Source, то я перейду просто в интернете на ту зону, где данные примеры. То есть, вот все, что сейчас видите, Spring, Free, Rise и так далее, это на самом деле ссылочки, которые сохранились с такими миниатюрками. Очень удобно, потому что я вижу, что там внутри. Я понимаю, что там скрывается под этими, собственно, под этими миниатюрками. Я прекрасно понимаю, что там. Очень удобно. Можно хранить интерактивные учебные материалы. Многие материалы встраиваются уже в Notion. Допустим, вот видео недоступно, к сожалению. Ну, вот, допустим, интерактивный контент, который я встроила. И дело в том, что он работает внутри Notion, внутри занятий миру. И это очень удобно, потому что я создавала его, конечно, не в миру. Это в другом сервисе было создано. И не мной, кстати, я нашла прекрасную такую модель клетки. Но вы легко можете встроить это в миру, и ваши ученики не будут покидать доску. Или, например, вот такая. Вот что-то здесь очень интерактивное. Capes. Ушенс и так далее. Все это вы можете делать самостоятельно в других сервисах и встраивать их в миру. Или вот, допустим. То есть, если это встроено в миру, то значит, вы не будете переходить на какой-то внешний сайт, внешний источник, а вы будете сразу работать внутри мира. Причем в одно и то же время могут работать многие ученики. Тут видео какие-то. Вот путешествия по Лондону. Итак, мы с вами посмотрели, как может выглядеть одна из досок, если у нас, допустим, бесплатный тариф, один аккаунт. То есть, берем отдельную доску и просто разделяем ее на 4 таких квадранта. И презентация, парковка идей, зона хранения, зона разработки. А вторая доска или второй аккаунт я бы посвятила совместным проектам, где вы можете штормить идеи, взаимодействовать с коллегами. И с первой доской или с первым аккаунтом это совершенно не связано. Мы, например, готовим, мы разрабатываем онлайн-курсы, запускаем там онлайн-проекты под ключ, онлайн-курсы под ключ, готовим под ключ какие-то мероприятия, онлайн-вебинары, конференции, проводим командные работы, обучение сотрудников. И под каждый запрос у нас, в принципе, есть уже готовые шаблоны. Мы просто делаем еще одну доску и посылаем ссылочку нашим коллегам. И вместе совместно работаем. То есть, если мы разрабатываем онлайн-курс для какой-то компании, то мы посылаем определенный набор шаблонов, которые вот, ну, часть из них мы видим. Там изучаем конкурентов, формируем ценностное предложение и так далее, и так далее. И у нас уже все готово. Этому отводим отдельное место. То есть, если у вас тариф education, количество досок не ограничено, то это очень удобно, потому что под каждый проект можно делать отдельную доску. Если у вас количество досок ограничено, есть одна компания, с которой вы сотрудничаете, то следует отделить тоже специальную доску для совместных проектов. Важно, что вы не можете, допустим, дать ссылочку на какой-то объект на доске. Ссылка дается на всю доску. Мозговой шторм также можно устраивать. И на миру много очень всяческих шаблонов, которые помогут вам провести мозговой штурм. Вы можете подготовить стикеры. То есть, ранее, как фасилитатор, подготовить доску для такой сессии. Можно кластеризацию идеи делать, похожие идеи, да? Вот как представлено здесь, там накладывать друг на друга. И не забывать, что мозговая шторм имеет определенные правила, и эти правила надо озвучивать в начале сессии. Мы поговорили сейчас о второй доске или о втором аккаунте, который посвящен именно взаимодействию с коллегами. Если все понятно, мы двигаемся дальше. Уже третья доска, либо третий аккаунт, либо просто отдельные доски в Tariff Education. Это школа, то есть, это там, где вы взаимодействуете с вашими слушателями, или ваши слушатели взаимодействуют друг с другом. То есть, здесь мы проводим курсы, взаимодействуем. Но если вы хотите, чтобы ваши слушатели взаимодействовали на доске, этот формат edit. И если только смотрели, это view. Вот сейчас вы видите на экране похожие такие экраны. Раз, два, три, четыре. На самом деле, это результат командной работы. То есть, каждая команда на определенном занятии. Это, по-моему, все-таки занятие в AdMarket, которое я веду. Я являюсь преподавателем и автором курса по именно онлайн-практикам. И вот мы разделили. У нас было четыре команды, и каждая команда получила свой шаблон. До изначально эти шаблоны были практически пустые. И команда разрабатывала цели, задачи курса. Программу такую делала черновую. И каждый работал на своей части доски. Каждый имел свой курс. То есть, в священных комнатах они как раз-таки это все обсуждали. А это тоже цикл колбы, который мы, собственно, вспоминали со слушателями курса. У них были стикеры. Их задача была прикрепить то действие, которое происходит на определенных этапах цикла колбы. И таким образом, вот мы сейчас рассмотрели три доски, или можно сказать, три аккаунта. Если же это платный тариф или тариф education, то просто разграничивайте доски. Очень рекомендую кабинет. То есть, это ваши доски или ваша одна доска, где также можно разбить по зонам идей, разработки, хранения и презентации. Вторая доска или второй аккаунт – это гостиные, это совместные проекты, где вы взаимодействуете с коллегами для разработки продуктов или с компаниями взаимодействуете. И третья доска – это уже школа, где вы проводите какие-то занятия, организуете взаимодействие ваших слушателей. И вот уже это будет у нас третья доска или третий аккаунт.